Здравствуйте, мои дорогие. Это продолжение монашеских познаний. Еще один маленький урок. И это свидетельствование – окончательная, предельная реализация. Когда случается ли сон, когда ты спишь или когда водорствуешь, это не имеет значения. Ты остаешься свидетелем. Ты остаешься в мире, но мир больше не может войти в тебя. Вещи есть, но ума в вещах нет. И вещи не в уме. Внезапно входит свидетель. И все меняется. Это очень-очень просто, как только ты знаешь этот навык. Иначе это выглядит очень трудно, почти невозможно. Как быть пробужденным, видя сны? Это кажется невозможным, но это не так. Это займет от 3 до 9 месяцев, если каждый вечер, прежде чем заснуть, засыпая, ты попытаешься быть бдительным и наблюдать это. Но помни, не пытайся быть бдительным в активном смысле, иначе ты не сможешь заснуть. Пассивная бдительность, свободная, естественная, расслабленная. И ты просто смотришь уголком в глаза. Ты в этом не слишком активен. Лишь пассивная осознанность, не слишком озабоченная. Ты сидишь в стороне, мимо течет река, и ты просто наблюдаешь. Это занимает от 3 до 9 месяцев. Затем однажды внезапно сон падает на тебя, как темный экран, как темный занавес. Словно солнце село, и наступает ночь. Ночь выцаряется вокруг тебя. Но глубоко внутри продолжает гореть пламя. Ты наблюдаешь в молчании, пассивно. Тогда начинается мир снов. Тогда разыгрывается много представлений, много психодрам. А ты продолжаешь наблюдать. Моно по моно в существование приходит развлечение. Теперь ты можешь видеть, какого вида каждый сон. Затем внезапно однажды ты осознаешь, что это то же самое, что и бодрствование. Нет никакой разницы в качестве. Весь мир становится иллюзорным. И когда мир лизорен, реален только свидетель. Ну что ж, вот и заканчивалась еще одна часть. Реален только свидетель. Вся иллюзорность в остальном не имеет особо никакого смысла. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч на моих уроках монашеских. Пока-пока. Будьте счастливы. Подпишитесь.